МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под влиянием чего? А я вам скажу, но не своими словами, а, как всегда, процитируют специалисты. Так, например, Комсомольская правда цитирует врача Центра психотерапии кровопсихиатрической больницы Екатерину Плюснину. Все хронические заболевания обостряются осенью и весной. Поэтому, если человек страдает психическим заболеванием, расстройствами или неврозами, что уже уже... Не надо на меня смотреть. Да, неврозами орехов, да, то сейчас самое время их обострения. Значит, под влиянием, соответственно, указанных факторов. Кроме того, гормональных сдвигов, потому что мы из тьмы переходим все-таки в ситуацию, когда у нас много солнца, это влияет... Не надо ваших объяснений. В общем, короче, неврозы неврозами, но люди действительно начинают вести себя как-то чуточку по-другому. Ну что ж, осталось представить наших сегодняшних гостей. Дмитрий Владимирович Меланин, пикап-тренер. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего вам весеннего настроения. Спасибо. Василий Александрович Шуров, психиатр и психотерапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, нам не пожелал Наталья Викторовна Куган, эндокринолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И Удайхишам Абузарук, диджитал-продюсер, основатель Тренд-студио, человек, который делает из других обычных людей звезд ТикТока и вообще Инстаграма. И да, и совершает ошибки. Ну, действительно, вопрос такой. Вопрос такой, вопрос, конечно, к психотерапевту. Есть такое широкое понятие, там, весеннее-осеннее обострение, а вот насколько оно научное, потому что в представлениях оно есть, о, это весеннее обострение. А вот насколько реально к вам больше и тяжелее обращается пациентов? Вот это вопрос. Пожалуйста. Да, все верно. Во-первых, у меня есть опыт, что действительно весенний-осенний период больше людей. У нас есть статистика, которая совершенно четко нам об этом говорит. Скажите, сколько? Ну, так. Приблизительно, ну, минимум раза в два больше пациентов, причем бывают такие хорошие хронические пациенты, которых ты ведешь, в них совершенно четко сезонное обострение, причем не только по психиатрии, но и по различным зависимостям. Вот срывы чаще происходят у людей, которые в ремиссии. Это же обычные люди, которые ездят в метро, ходят на работу с виду. Да, конечно, обычные. Естественно, даже если у них есть небольшие проблемы с психикой, это не делает их необычными и не дает им никаких опций особенных. Как это? Люди, первый вывод, люди с небольшими отклонениями психики – обычные люди. То есть, или обычные люди – это люди с небольшими отклонениями психики. А с чем это вы связываете? У нас солнечная система. Мы все завязаны на солнечную активность. И весной, когда происходит оживление природы, увеличивается солнечный день, меняется гормональный фон, меняется активность ретикулярной формации, которая как раз отвечает за регулировку эмоциональных систем. Активности человеческой люди начинают более активно себя вести. Возможно, на этом фоне принимать какие-то действительно необдуманные, скоропалительные решения, которые приводят к соответствующим результатам. Не всегда желаемым. Все-таки весна, гормональный всплеск. Ну, согласитесь, что девушке достаточно немножко обнажиться, юбочку покороче, и пикап будет удачный. Осенью, соответственно, ты не можешь это обыграть одеждой, макияжем. Нужны какие-то специальные навыки. И тут впору пойти к гуру, который научит, какие есть еще методы, как зацепить мужчину. И радость, и вот эта бодрость какая-то такая, да, такая радостная немножечко взбудораженность больше связана с серотонином и дофамином. И я думаю, в том числе вот с этими нейромедиаторами как раз обострение идут у людей, которые, да, вот, вы, наверное, подтвердите, которые завязаны на вот этих дофаминергических системах уже расстройства. Совершенно верно. У нас, извините, шизофрения лечатся нейролептиками, которые блокируют дофаминовые рецепты. Да. Когда дофамина много, идет раздражение, появляется острая симптоматика, галлюцинации, бред, и докторам приходится браться за нейролептики, увеличивать дозировки. Все верно. А вы знаете, а есть такая, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Может быть, мне хорошо, когда со мной такое происходит. Может, мне и галлюцинации нужны, если они положительного толка. Откуда я знаю, что я болен уже? Вот в чем проблема, что вот эта вот граница, да, и очень легко перейти и попасть в какие-то неприятности. Потому что... Да. Я. А я с вами соглашусь, вам-то будет хорошо, но ведь окружающие заметят, что у вас галлюцинации, и странное поведение приводят, как правило, родственники. Верно. Помимо депрессивного состояния, у некоторых депрессивное состояние появляется, а у некоторых как раз преобладает дофамин, и они, наоборот, начинают активизироваться и начинают достигать успеха вот в своем деле. А что там надо в этой ситуации? Маниакальное, вы сказали? Это маниакальное состояние, действительно, такое очень сильное возбужденное нервное системе. Человек мало спит, у него много энергии, у него повышенный креатив. Но это действительно, если это переходит в неконтролируемую историю, это все равно будет визит к психиатру, его надо будет останавливать к концу. Вот помимо самоконтроля, здесь в любом случае должен быть человек, который должен направлять и контролировать просто в нужное русло. Спасибо, у Василия Александровича был... А, да, да, пожалуйста. Я действительно тоже не понимаю немножко такого постановки вопроса, один раз и навсегда. Ну, весна, гормоны активизировались, увеличился сексуальный интерес, сексуальное желание, ведь не только у мужчин, и женщина получает удовольствие. А вот этот шаблон... Ну, я как эндокринолог... Одну раз и навсегда, а кастинг, а понять, а пожить. Что в этом такого страшного? Зачем вы себя ограничиваете? А давайте посмотрим... Одним разом, одним попаданием в яблочко. Знаете, я очень мало пью, честно, все мои друзья знают. Но, как говорится, бывало. Давайте все-таки мы определимся с терминологией, вот это неадекватное состояние, невменяемость, это все, конечно, психиатру. Опьянение. Вот до такого не доходит. Все-таки у нас есть кора, есть лобные доли, которые вот над эмоциональными центрами доминируют. Я что-то мало встречал в истории, что после первой хорошей ночи переписали квартиру и еще что-то. Вот, как правило, обратная ситуация, живут годами, и женщина остается ни с чем. Секс уже потерял свое значение, он уже не сравнится с тем, что человек выложил видосы и получил вот эту вот волну внимания. Секс потерял свое значение? Действительно ли это так, подмена происходит? Я думаю, что для каждого человека это надо решать индивидуально. Все-таки это базовый институт. Мы про статистику, мы какую-то такую пытаемся. Ну, это было бы очень простое объяснение, потому что у нас и появились виртуальные формы секса, и сами знаете, что там люди. Да, и некоторые сублимации есть через гаджеты, через телефоны, соответствующие видеопродукции. Все проще получить удовлетворение, не напрягаясь, не ухаживая, не добиваясь женщины. Но, тем не менее, есть вымирающий вид, как пикаперы, которым это безумно интересно. Тестостерон имеет колебания, наибольшее его количество в утренние часы. Он действительно вырабатывается во время сна. Ну, есть достаточно простые советы. 3С – спорт, секс и сон. И все это в утренние часы. Основные источники тестостерона, потому что он по принципу обратной связи. Если ты этим пользуешься, мышцы наращиваешь, вступаешь в сексуальные отношения, организм это стимулирует, и он тебе повышает уровень тестостерона. Можно на сезонность не смотреть. То есть просто бег – это не очень. Лучше силовые интервальные. Лучше силовые. Бег может понизить, наоборот. Да, да, да. Мышцы силовые, короткие. У нас есть кора, которая доминирующая. Функция она управляет. Мы при желании можем любую эмоцию подавить. Собственно, эти социальные инстинкты воспитываются в человеке с детского сада. Он социализируется. Он учится не жить под коркой. Очень точный пример с возрастными блогерами, которые прекрасно себя контролируют, имеют контент-план, четко обращаются к аудитории. Это никогда не пользуется спросом. А вот эмоции, бурление дает обратные эмоции, дает очень большую аудиторию. Поэтому человек – это совокупность. И рациональное поведение, и эмоции, и мотивации, и фантазии. Это все в комплексе. Отключи чего-нибудь, будет депрессия. И будет умный человек, который лежит на кровати и плачет лицом к стенке. Кто с ним захочет общаться? Да, приятно смотреть на молодых блогеров, приятно смотреть на движения, зеркальные нейроны. Мы можем считывать эти эмоции и получать… А с нами что происходит в этот момент? Активизируются определенные зоны. Вот это связано с коллективом. То, что мы все-таки стайные животные, мы в социуме, мы можем считывать эмоции, их сопереживать. И частично, если у тебя плохое настроение, ты смотришь что-то веселое, энергичное, у тебя настроение автоматически повышается. Потому что когда человек чувствует, что… Таблеток, доктор обратить. Что в его стрессы, в его вот эту вот психическую напряженность сейчас по весне вливается дополнительная энергия. Вот что ему вы посоветуете сделать? Может быть, упражненьку или приемчик какой-то, чтобы не психануть неожиданно в любом смысле этого слова? Ну, совершенно верный режим сна и отдыха, и работы. Рационально распределить свои силы. И можно эту энергию действительно направить на что-то новое, на что тебе сил не хватало. Попробовать себя в творчестве, завести блог, пойти на танцы, освоить какой-то новый вид спорта. Энергия – это же прекрасно. Это избыток чего-то, то, что ты можешь потратить с умом. Не обязательно глупости. Не надо этого поменять. Помните, что если вас одолевают всякие беспокойные злые мысли, то приток новой энергии только усилит их. Поэтому старайтесь заменить злые мысли на добрые, качественные, полезные. Смотрите позитивных блогеров. Смотрите наши добрые эфиры обязательно. У нас даже психиатры добрые. Правда, он так и не раскрылся до конца программы. Но он все равно добрый. У нас добрые пикаперы, добрые эндокринологи и добрые продюсеры. Продолжение следует...